Всем огромный привет! Я нахожусь на высоте 1200 метров над уровнем моря. Городок называется Керальпс. И сегодня у нас будет снова выпуск с небольшим моим путешествием. Это будет последний выпуск в этом году, потому что сегодня фактически уже Новый год. Так что усаживайтесь поудобнее. Мы последний раз в этом году с вами вместе попутешествуем, погуляем. За моей спиной есть гора, которая немножко укрыта снегом. Так что даже можно словить новогоднего настроения. Ну что, погнали смотреть наш Новый город! В этом городке проживает не более 200 человек. И для них есть специальный поезд, который здесь работает. Прямо за мной находится станция железнодорожная. И вот сейчас поездок отправился в путь. Очень забавно. Сейчас зайдем на железнодорожную станцию и посмотрим, как там внутри. Уникальная железнодорожная станция, которая является отправной точкой на пути в долину Нурия. Но сегодня мы туда не поедем, потому что это занимает много времени. Просто будем гулять по городку. Станция очень мило смотрится и очень живописно среди гор. Видно, какие часики красивые, симпатичные там сделаны. Надпись, название города. И очень-очень здесь тихо. Ну что, идем гуляем дальше в город. В городе очень спокойно. Никого нету. Этот городочек не туристический. Он мало кому известен. Не каждый турист сюда добирается. Это тихое, укромное местечко было заселено в 836 году. По документам, которые сохранились с тех пор. В городке совсем мало людей. И он находится прямо на горе стоит. Когда вы к нему подъезжали, то ощущение было, что сам город висит на стене горы. И здесь тоже никого нет. Все очень симпатично. Мы встретили всего лишь одного пока местного жителя, который выходил из своего домика. Ну, каждый такой городочек, он немножко похож на другой средневековый город. Но у любого такого средневекового города есть свои отличительные особенности. Вот в данном случае он находится в невероятно живописном месте. Прямо в Пиренейских горах. Прямо рядом с Пиренейскими горами. И сейчас я вам покажу немножко его виды. Вот такая вот симпатичная тут развилочка есть. Канцел со мной. Моя семья чуть-чуть вперед убежала. Ну, вот прогуляемся по городочку такому. Канцел. Упойнасти есть. У всех вот такие вот милые украшения к Рождеству, к Новому году висят. Тут такие интересные ставни с елочками, вырезанными. И опять у нас развилка идти то ли вниз, то ли вверх. Пойдем еще пройдемся вверх. Какая интересная крыша. Как нарисованная. Что смотреть в таких городках, если у вас вдруг нет гида? Смотрите все. Обращайте внимание на детали. Где какие ставни, где какие-то двери, ручки при входе в дом и так далее. Тут каждый город, он имеет свои уникальные особенности. Вот если в других домах, в других городах я часто встречала на дверях звонилки, то тут звонилок я не вижу. Зато здесь какие-то такие вот у многих оранжевого цвета деревянные ставни. И у многих на домах вот есть такие таблички из плиток. А еще в этом городе вот я нашла такую особенность, как крыши. Посмотрите, почти у всех она сделана мозаикой, как рыбья чешуя. И у некоторых она выложена из вулканической породы. Вот такая сохранившаяся церквушка есть, которая была построена в 1874 году. Тут вот есть ее дата постройки. Это такой интересный замок, кованный в виде креста. Закрыто. Потрясающе сохранившаяся деревушка. Все вот как было много лет назад. Прямо за мной это вот церковь старая. И я сейчас иду вверх, хочу забраться вот на эту вот скалу, на эту гору. И посмотреть на вид сверху. Так, идем тут аккуратненько. Тут тропинка протоптанная. Может быть не совсем удобная, но есть. Вот это вид, какая красота. Вот внизу остался городочек, в котором я сегодня гуляю. И вот так вот просто среди гор в часе езды. Ну хорошо, не час, полтора часа езды на машине от Барселоны. И просто совсем другой мир. Совсем другая Испания. Вот. Еще, кстати, видны пасущиеся барашки. Смотрите, вот там вот стоят целая стайка. Сейчас спустимся, найдем их пониже, поснимаем. И пройдемся, прогуляемся вот в городок, еще на другую сторону. Вот он город. Вот такая вот красота вокруг. В этой деревушке повсюду есть указатели о том, что здесь начинается дорога к Нурии. Это такая долина, в которой очень красивая природа, заснеженные горы. И, если не ошибаюсь, там еще катаются на горных лыжах. Вот. Туда можно дойти пешочком прямо из этого городка. Либо доехать уже на поезде, который мы видели в самом начале видео. А мы продолжаем гулять по городку. Здесь просто классная очень сегодня атмосфера, классная погода. На улице плюс 12 градусов. Зоя появилась в кадре. Ну все, гуляем, смотрим. Кстати, тут вот дом 1624 года. И крест. Такие кресты очень часто встречались в домах в городе Рупит. И повсюду были. Перопинари. Интересный домик очень. Да, очень интересно. Это название города. Плиточки. Вот так вот мощеный герб нарисован городом. Вот так вот выглядит улица на фоне гор. Очень симпатичная. И вот соседние двери. Тоже тут иконочка из плитки. Тут сразу снова улочка. Все улочки маленькие, пешеходные. Особо на машине тут не покатаешься. И вот такой вот дракончик кованый. Висит. Сообщает, что это Пласса де лавила. Вот такое здание. Тут очень симпатичное, административное. Колокол наверху с часами. В городе все очень чисто, очень цивильно. И даже придумана такая вот стойка для собачек. Здесь можно взять пакетик и убрать за своей собакой. Вот так. В общем, все для людей и все для их питомцев. На ограждении, кстати, тоже сделан символ города. Герб города. Такой интересный. И я вот спускаюсь на такую маленькую площадь. Симпатичную. Сказать, назовем ее обзорной площадкой. Сейчас посмотрим. Ух ты. Все очень симпатично. Да, прям. Вот. А внизу, кстати, если вы видите, сделаны тренажеры. Для того, чтобы можно было вести здоровый, активный образ жизни. Даже в маленьком городе. А точнее, это даже деревня. Я вышла к самой яркой достопримечательности этого города. Это вот такая старинная церковь, которая называется Сан-Джоуме. Была построена аж в 978 году. Вот в таком вот романском стиле. Красивые колонны у нее. Ну, сейчас пойдем поближе и посмотрим на нее. Вот так выглядит церковь симпатично. Сегодня, кстати, тут абсолютно никого нету. Поэтому сейчас все в деталях. Без людей рассмотрим. Архитектура этой церкви включает шесть роскошных арок вот таких, которые стоят на пяти колоннах из синего мрамора. И каждая колонна украшена своим капителием. Вот они не повторяются. У каждой колонны свое вот такое украшение. И в этой церкви можно увидеть копию старинного готического алтаря 14 века. Но, к сожалению, сейчас церковь закрыта. Поэтому увидеть мы этого не сможем. Ну, вот посмотрим просто на нее со всех сторон. И абсолютная тишина тут. В этом городке также находятся остатки оборонительной крепости или замка, которые были построены в 15 веке, там плюс-минус в 14-15 веке. И тут прям есть ступеньки. И можно по этим ступенькам подняться на вот эти, на сохранившиеся стены и насладиться городом, который открывается отсюда. Кстати, на всей территории этого городка мы встречали только каталонские флаги. И вот даже на этом замке он тоже установлен, каталонский флаг. И в этом городе имел свою летнюю резиденцию первый президент Каталонии. Но сегодня мы не пойдем уже искать его домик. Будем заканчивать потихоньку наше видео. Совсем-совсем скоро наступит Новый год. И я хочу вам пожелать, чтобы в новом году все наши границы были открыты, чтобы мы были свободны, чтобы были все здоровы и счастливы, много путешествовали и заряжались положительными эмоциями. Я буду счастлива получить в подарок от вас лайки, подписки. Не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Мы с вами встретимся уже в новом году, но это будет совсем-совсем скоро. Всем до встречи. Пока-пока.